Я просто хочу сказать, все-таки я утверждаю, что Россия переплюнула Америку даже в том, что у нас можно ночью купить продукты. Но я хочу сказать, почему здесь меньше машин, чем в Глобусе. Потому что Глобус, он подороже, чем машин, но бюджетнее, чем твой дом. Поэтому здесь, в принципе, проезжают люди только на машинах. Жилых домов рядом нет, и в основном только на машинах. Плюс, мне кажется, сюда транспорт не ходит никакой. И в основном такие люди благосостоятельно отовариваются в этом магазине. Вот, ну сейчас я посмотрю, я обычно сюда заезжаю, приобретаю здесь кавказскую колбаску. Она безвредная, хорошая. Так, ну для этого не надо, нам обязательно брать тележку. Тележки, пожалуйста, не прикрепляются, бесплатные. Этот магазин тоже здесь все есть. Называется Твой дом. Сетевой магазин. И цветочки, и посуда. Вот, посмотрите, какие цены на посуду. Посудка красивая. Супер цена. Это набор или тарелочка? Я думаю, что это стоит одна тарелочка. Да, тарелочка. Тарелка суповая. 620, 10 долларов одна тарелочка. Вот, все здесь супер цены. Но цены, я хочу сказать, ну как вам сказать, так, чтобы не ошибиться. Здесь очень большой магазин на втором этаже. Мебель. Посуда, вот, пожалуйста, сковородочка стоит 4 тысячи. Это со скидкой. У нас спрошные а-ля скидки. Вот, вот сковородочки. Ну, однако же мы давайте посмотрим, что здесь у нас. Здесь вообще все есть. Рай на земле. Да. Просто, знаете, я так думаю, почему так происходит. Потому что ажиотаж в Европе и в Америке, они люди слишком эмоциональные. А мы живем в большей части времени в холоде. И мы не такие эмоциональные. Мы закрытые люди. Вот, поэтому вот эта часть, все продукты. А, кстати, мне зелень надо взять. Вот что я вспомнила. И здесь очень вкусные огурцы. Вот огурчики я возьму. Для этого времени года, сезонные огурцы, конечно же, здесь отвратительные. Но вот эти вот хорошие огурцы, я их брала. Они очень-очень вкусные. 189 рублей. Они сочные, ароматные. А вот эти почему-то маленькие. Они были дороже, но не настолько вкусные. Вот. Я не знаю, где здесь крупы, потому что я никогда их здесь не знаю. не покупала. Но сейчас мы посмотрим, есть ли там. Вот зелень здесь очень хорошая. Она, возможно, не дешевая. 570 рублей. Но много брать ее не надо. Да, укропчик весь разобрали. Очень жаль. Прям очень жаль. Морковка, видите, какая здесь есть. Девушка, простите, а где у вас вот крупы? Вообще нет? Нет, я просто хочу отдел посмотреть. Что, все раскупили? Да. Ну, я хочу сказать, что в Глобусе все завезли уже. Там есть и гречка. Завезли, да? Ну, вот, видите, вот девушка говорит, что у них тоже завезли. Так что... Ой, масло вообще, посмотрите, даром. 45 рублей. Вот подсолнечная Алина, 71. Ну, вот видите, как вы бизнес хорошо сделали на этом коронавирусе. Да, вот, посмотрите, здесь вот. Ну, здесь я не вижу никаких круп, а один доширак. Да? Спасибо большое. А, ну, все, вот девушка сказала, что принимают, привезли. Ну, бизнесмены сейчас радуются своей наживе. Все скупили у них. Ну, в общем, короче, вот так вот. Вот, масла полно. Никто не затаривается маслом, несмотря на то, что даже вот есть со скидкой масло. Я купила масло половина подсолнечного, но такого без запаха. Половина для жарки специально. Половина. Оно там было. Половина с оливкой. А это вот масло кукурузное. Наверное, неплохое, да? Вот Альтера делает разное масло. Они делают с чесночком. Мне очень нравится. Вот масло гуаны. Альтера масло гуаны какое-то. Ой, гуараны, извините. С добавлением. Вот они что-то делают, эти вот Альтеры, с какими-то добавлениями, со всякими разными. Ну, в общем-то, в принципе, раскупили только крупы. А остальное все есть. Вот я соль там купила, а здесь ее, пожалуйста, полно этой соли. Ну, тоже соль, смотрите, запаслись. Может, еще одну взять. Пищевая. Высший сорт. Просто я хотела бы соль с этой... Эодированную. Ну, нет, соль эодированная. Ну, ничего страшного. Ладно. Я купила соль, мне хватит. А вот горошек. Вот зеленый горошек. Смотрите, вот этот бандюель. А в Ашане он стоил 47 рублей, что ли, вот этот горошек. А здесь 62. Вот видите, какая разница в ценах в магазинах. Вот. Ну, рыбы здесь полно, потому что цены зашкаливают. Вот. Вот 3 600, 3 300. Ну, это семьюга. Ой, вкусная, наверное. Не, ну, я, конечно же, знаю, что она вкусная. Просто я уже потратилась так, что вот икорка продается. Смотрите. Даже со скидкой. 4 125. Красная икорочка. Когда-то в Советском Союзе доступная была икрасная, и черная икра. Но сейчас вот так вот. Нет, она доступная, конечно, когда есть деньги. Ну, вот, пожалуйста, икра. 200 рублей. Не знаю, что это за икра такая. Это вообще красная, лососевая. Написано лососевый зернистый. Но сейчас какая-то икра появилась, подделка. Поэтому я не очень верю, что за такую цену можно купить икру. Не знаю, сколько там грамм. Но, возможно, можно. Вот. Вот коровка там мычит. Слышите? Это молочко разливное продается. Ты можешь подойти. Здесь вот раскупили тесто. Зачем оно нужно? Вообще, сплошной глютен это тесто. Вот единственное, что здесь можно посмотреть. Солянка. Вот, пожалуйста, готовая. Горчичка русская. Ну, в общем, вы поняли, да? Что в России я не умрю с голода. Так что всем приятного аппетита. И не голодайте. Вот. Вот девочки переставляют огурцы, наверное, в другое место. А здесь что-то другое поставят. Девочки, а где у вас свежее мясо? Продаются там? Мясо свежее нет? Что, скупили, что ли? Нету мяса. Вот мясо лежит. Почему нет? Шашлык есть. Ну, то, что мяса нет сегодня скупили, значит, привезут завтра. Я заметила, что наши продавцы так прям, вы знаете, вот радостно говорят, радостно, что все продано, все мясо продано. Прям, ну, вот видите, одна баранинка осталась. Мне кажется, для них, для этого магазина, твой дом, столько радости, что они продали мясо, потому что здесь мясо покупают так, знаете, понемножку, по чуть-чуть. И вот для них прям, что они сегодня... Зато, вот видите, есть готовые люляшки. Килограмм 400 рублей. Вот готовые отбивные. Вот замаринованное мясо всякое разное. Но, но я вам хочу сказать, что, наверное, мы от мяса откажемся. Я думаю, что без него жить можно, но чтобы твой желудок не страдал, лучше его не кушать. Ну, иногда можно, конечно. Вот какой-то все вот вид имеет, вот видите, какой вид имеет. Вот не особо тут люди китают, чтобы это приобрести. А так, колбас, вот, пожалуйста, все, что хочешь. Какой хочешь, на любой вкус. На любой. И, кстати, здесь я вообще заехала в Карусель, но очень жаль, что он работает до 12. Там я уверена, что тоже самое. Полно колбас всяких разных и всего-всего. Ну, в общем, я вам показала ситуацию в городе Москва. Все закупились крупами, макаронами. Ну, и тут же их привезли. Так что, все хорошо. Всем пока.